День добрый, друзья, с вами Дима. Улитка запустила голосование на тему изменения каморных снарядов. Как подчеркивает сама улитка, это приблизит к реализму настройки работы каморных снарядов. Я решил не торопиться с голосованием и изучить подноготную и сегодняшняя моя задача рассказать вам, к чему я пришел, но при этом не буду призывать голосовать за какие-то из вариантов, вы сами примите решение, со своей стороны лишь поясню плюсы и минусы тех или иных решений. Для начала поясню, что изменения данные идут не в один этап, кое-что в любом случае, независимо от голосования, в снарядах будет изменено. А именно улитка акцентирует внимание на сохранении элементов головной части каморного снаряда. То есть по задумке улиток, переводя на максимальный простой язык, головная часть не будет полностью распадаться на какие-то мелкие элементы, а сохранять дольше свое бронепробитие, пробивать перегородки и в том числе формировать вторичные осколки. То есть по самой траектории бронепробития снаряда будет больше повреждений. К примеру, произошло попадание в центр корпуса и головная часть, которая в большей степени сохраняет свою форму, может добраться вплоть до МТО через весь танк и соответственно его тоже повредить. Ну, как я и подчеркивал, так же и будут вторичные осколки. То есть данное изменение, которое случится в любом случае без голосования, действительно выглядит более реалистично, чем у нас сейчас, где после бронепробития основной брони, вы помните, происходит конус осколков, вторичные осколки, и как бы на этом путь снаряда заканчивается. Ничего у нас, как кинетический боеприпас, какой-нибудь оперионник не летит через весь танк. Но, если бы этим и ограничилась улитка, никто бы и вопросов не задавал, потому что по сути данное изменение, я считаю лично, хорошим. Но дополнительные изменения улитка решила включить в голосование, и это как раз таки вопрос по усилению вторичных осколков и фугасный урон, а также уточнение секторов разлета осколков. И здесь, конечно, у некоторых игроков возникли вопросы. То есть у нас появляется два стула, и на какой сесть, уже решайте сами. Я лишь опишу ситуацию. В теме про усиление вторичных осколков и фугасного урона улитка поясняет, что из-за технических особенностей вторичные осколки каморных снарядов отличались в более худшую сторону, нежели вторичные осколки сплошных боеприпасов. И это правда. Вторичные осколки сплошных боеприпасов более мощные, но с другой стороны у каморного боеприпаса, как вы знаете, еще есть фугасное воздействие, и у нас в игре все устроено так, что там происходит детонация, и зона влияния — это сфера, в которую, попадая члены экипажа, по сути погибают или получают, скажем так, ранения. То есть все не решается исключительно осколками. И размер сферы, разумеется, зависит от мощности каморного боеприпаса, количеством его взрывчатки. На данный момент вторичные осколки работают дальше, нежели зона сферы повреждений от точки детонации каморного боеприпаса. И улитка не собирается как-то менять в лучшую или же худшую сторону фугасный урон каморных боеприпасов, но она решила усилить вторичные осколки от каморных боеприпасов до уровня сплошных боеприпасов. И вот если с этим все в порядке и вообще грех к чему придираться, то вот дальше как раз-таки улитка и вынесла на голосование спорные моменты, которые разделили мнение игроков. Пока что побеждает сторона, которая поддерживает это, но, как показывает, скажем, практика наших, скажем, киберспортсменов, опытных игроков, они не одобряют изменения. Объясню, что именно. Улитка предложила, помимо прошлых, достаточно интересных изменений, о которых я рассказал, уточнить сектора разлета осколков. И вот здесь профессиональные игровые танкисты в War Thunder взялись за сердечко. Улитка поясняет, что существует три основных снопа осколков, то есть это остаток головной части снаряда и его осколки, которые мы уже обсудили. Также это осколки донной части снаряда и осколки стенок корпуса. Тут все понятно, спору нет. Но дело в том, что улитка решила добавить динамическую область разлета осколков, которая будет высчитываться от сложения скорости осколков с остаточной скоростью снаряда, сохраненной после пробития преграды, ну и, соответственно, от этого и будет складываться итоговое бронепробитие с последующим разлетом осколков. И судя по тому, что улитка показала, неудивительно, что киберспортсмены возмутились. Дело в том, что здесь урон стал более конкретным. То есть, если в корпус или куда-то еще вот в центр танка вы попадаете, все замечательно, урона много, станет, может быть, даже еще больше. Но если вы выцеливаете какие-то отдельные области, скажем, командирскую башенку, которую привели как пример сами улитки, то здесь мы видим то, что, как раньше, попадая в комбашенку, уничтожить членов экипажа в полной мере не получится. Максимум заденет одного. Так как теперь важен не только угол попадания, а также и динамическая область, то есть разлет осколков, с применением нового физического секторного распределения разлета осколков. Переводя на максимально простой язык, улитка хочет минимизировать урон от попадания каких-то торчащих элементов, не только командирских башенок, чтобы это не влияло на уничтожение всего экипажа танка. То есть фактически они хотят придать танку живучесть. И здесь произошел конфликт интересов. Дело в том, что некоторые игроки считают, что это превратит нас в картоху, так как нам надо выцеливать какие-то отдельные элементы, хотя мы и так их выцеливали, если разобраться. Но из-за новой системы таким образом уничтожать противника будет значительно дольше, потому что при попадании в какие-то торчащие элементы можно будет высекать максимум одного члена экипажа. Ну при условии, что и угол атаки был не очень удачным. Понятное дело, что из-за этого появятся машины, противники, которые будут с трудом уничтожаться даже для киберспортсменов, опытных игроков, которые привыкли выцеливать всякие торчащие элементы, что на самом деле не очень реалистично, если уж быть откровенным. Вряд ли наши предки додумались бы стрелять тигром в командирские башенки. Но тем не менее, новая система на самом деле, хоть и ближе немного к реализму, но все же сулит больше проблем. Только подумайте о каком-нибудь Ти-95 или Ти-28, которые в большей степени пробиваются только за счет командирских башенок, а так с дистанцией с ними бороться, это прям суицид. И теперь они фактически неуязвимы. Что с ними делать? Либо стрелять кумулятивами, может быть выбивать ствол, подъезжать в ближний бой и как бы все. Но это, подчеркну, касается только каморных снарядов. Обычные фугасные, у которых огромное количество взрывчатки. При попадании в комбашенку там все останется как раньше. По-прежнему будет большая сфера влияния, то есть зона повреждений, и, соответственно, можно будет ваншотить эти машины, как и раньше. Вот поэтому и разразилась нешуточная битва за изменения. То есть некоторые коллеги призывают обязательно голосовать нет, хотя в большей степени уже многие проголосовали за. Я же не хочу ни к чему вас призывать, хочу, чтобы вы сами решили, что для вас интереснее, и проголосовали за любой из вариантов. Ваша игра, ваше решение. Ну а кто захочет посмотреть, за что я проголосовал, заходите в телеграм, там будет отдельно висеть, если вам интересно, за реализм я или же за геймплей. Ну это все, надеюсь, было интересно, полезно, и поможет принять нужные решения. Всем пока, хорошего настроения, ну а ролику палец вверх, если не жалко. Удачи!